Что посмотреть в Валенсии? Как туристам, так и местным жителям. Могу поспорить, вы много чего не видели и не знаете, даже если живете здесь много лет. Об этом поможет мне наша гостья Валентина, лицензированный гид Валенсии в Испании. Всем привет! Сегодня у нас с вами небольшая прогулка по исторической части города. Но начнем мы с железнодорожной станции, куда и прибывают гости города Валенсии. А из каких городов сюда можно, кстати, приехать? Мадрид, пригороды? Прибывают пригороды. Прибывают из Аликанте, из пригородов, из Костейоны сюда приходят поезда. Также иногда приезжают сюда поезда из Мадрида и Барселоны. Но в основном, конечно же, для поездов скоростного назначения используется более современная станция. Друзья, если вы из этих городов, вы уже поняли, что, скорее всего, Валенсию вы знаете не очень хорошо. Если вы живете в Аликанте, Барселоне и так далее, приедете в Валенсию, обращайтесь в Валенсию, чтобы узнать лучше наш прекрасный город. И действительно большое количество наших экскурсий начинается именно с этого места. Архитектор, который создавал это прекрасное здание, хотел, чтобы пассажиры, которые приезжали в Валенсию, они в нее влюблялись, начиная с железнодорожной станции. Поэтому в нее было вложено достаточно большое количество сил и усилий. Ну а архитектор Дометрио Рибас, который родом из Валенсии, украсил как раз фасад главными цитрусовыми и цветами нашего региона. В 1852 году в самом историческом центре появляется первая станция железнодорожных дорог. И первая станция находилась в том самом месте, где сейчас расположена площадь мэрии. Она представляла собой достаточно маленькую станцию, не очень удобную. И поэтому, когда появляется идея построить новый железнодорожный вокзал, принято вынести его как бы за пределы исторического центра. Так вот, сама эта станция начинает свое строительство в 1907 году. Но поезда не прекращали свое движение до ее открытия. Вот как раз вот здесь были построены большие ворота, через которые проходили поезда до нынешней площади мэрии. Валентина, я думаю, я не буду оригинальной, если задам вопрос про эту звезду. Я уверена просто, что каждый спрашивает, у меня эта звезда ассоциируется с Советским Союзом. Неужели бы он здесь приложил свои руки? Нет, на самом деле, сама станция была построена в начале 1917 года. И сама эта звезда, она является символом компании, железнодорожной компании Северной Испании, для которой строилась эта станция. То есть, по сути, звезда, она является символом прогресса, символом движения. Никакого отношения к Советскому Союзу она не имеет. Это именно символ компании, который был изображен везде на всех паровозах и на всех железнодорожных станциях, которые строились на тот момент в Испании. А что с апельсинами? Почему здесь только апельсинов? Что они обозначают? Ну, апельсины, это как раз был период, когда на территории валенсийского сообщества начинают выращивать и экспортировать цитрусовые в другие города. И, кстати, первая железная дорога, которая соединяла как раз непосредственно исторический центр Валенсии, была проведена к порту, к портовой части города. А уже вторая железная дорога была проведена от Валенсии к Шатеве. И от Шатевы как раз сюда приходили грузовые поезда, которые привозили цитрусовые. Ведь цитрусовые – это был тогда зимний фрукт, благодаря которому начинается новый экономический бум. Практически все здания, которые были построены в этот период, это здания рынка полуо, здания центрального рынка Валенсии. В украшениях этого здания вы всегда найдете цитрусовые, как благодарность в богатой валенсийской земле. Внутри мы видим с вами как раз убранство. И основной стиль самого строительства здания и декора этого здания – это валенсийский модерн. Так вот, Дмитрио Ремес, он на самом деле вдохновлялся, конечно же, каталонским модернизмом, потому что именно там, в Барселоне, он получал свое образование. Ну и в данном случае мы видим с вами использование тренкадис. Тренкадис переводится как поломанная плитка, из которой создавали вот такие рисуночки для украшения фасадом. Ну а автором такой техники был Антонио Гаудин. В данном случае была просто поломанная плитка использованная, да, и уже эта поломанная плитка первоначально просто пытались выкладывать что-то в виде мозаики, да, а потом уже стали придумали такой момент убранства, поэтому в этом плане это похоже на мозаику, мне не совсем. А в этом зале когда-то располагался небольшой бар-кафе, где можно было выпить чашечку кофе в ожидании своего поезда или также попрощаться со своими родственниками. Ну и для того, чтобы расставание не было таким печальным, да, здесь украшена как раз вся эта часть стены этого зала непосредственно пейзажами Валенсии. То есть мы видим с вами песноводное озеро Альбуфера, мы видим с вами репатские домики, мы видим с вами опять же богатство цветущей Валенсии. Ну и кроме того, мы видим с вами представительницу города Валенсии, да, которая в данном случае была обычной валенсийской женщиной. Кстати, это была жена брата, архитектора, которая одета в традиционный валенсийский костюм, собирает валенсийские цветы на фоне главной достопримечательности Капитального собора Валенсии. Орел в данном случае является символом скорости. Скорость? Скорость поездов. Ну, на самом деле, на тот момент, сами понимаете, от Мадрида до Валенсии нужно было доезжать достаточно долго, но все равно это было уже гораздо удобней. Валенсии Некоторые темы, например, про деньги, как и у нас, про политику, про футбол, за какую команду ты болеешь, и в том числе про кориду. Валентина, это правда? У вас более испанская семья. Нас в языковой школе учили не заводить беседу на эту тему, потому что нам объяснили, что вы можете показаться некультурными, невоспитанными. Потому что это темы, которые могут вызвать такой ярый спор, и не обязательно тот человек, который находится в компании, поддерживает вашу точку зрения. То есть может возникнуть конфликт. Поэтому эти темы обсуждаются только в кругу тех людей, с которыми вы довольно близки. То есть у чужих людей спросить нельзя, а как вы относитесь к кориде, или за какую партию вы голосовали? Ну да, абсолютно верно. Это действительно не совсем корректно. Да, и учитывая то, что испанцы, они достаточно такие активные люди, поэтому действительно тема, я бы сказала так, футбола и, наверное, кориды, да, это те две темы. На которые сейчас не очень хотят общаться. Тема политики, не могу сказать, что молодежь ее очень часто обсуждает, да, но тем не менее, действительно, все, что связано с футболом и с коридой, это не всегда тема, которую могут разделить, да, между собой друзья, знакомые, или просто люди, которые встречаются вместе. Но, тем не менее, очень часто меня туристы спрашивают о том, продолжают ли в Валенсии проводить кориду. Да, в Валенсии продолжают проводить кориду. И проходит она как раз внутри этого прекрасного здания, которое нам напоминает колизей. В Кориде прекрасно только это здание. Друзья, я безумная противница кориды. Напишите ваше мнение, вы за или против? Я ваше мнение постараюсь принять, но надеюсь, вы тоже против. Абсолютно согласна. Я с Викторией солидарна, потому что я действительно тоже являюсь противником кориды. Как человек, который знакомит с городом Валенсии, я обязана познакомить и с историей, и с традицией, и с культурой. И, конечно же, очень часто люди спрашивают, стоит ли сходить на кориду, да, причем очень многие семьи именно с детьми обязательно жаль, да, попасть на это мероприятие. Я рассказываю так, как я это вижу, да, потому что, конечно же, я могу высказывать только свое мнение. Но в данном случае очень многие туристы потом, после того, как они посещают это здание, мероприятие, они сожалеют о том, что они сходили на кориду. Но, опять же, у каждого свое мнение, да, и поэтому в Валенсии есть те, которые являются противниками и те, которые являются сторонниками этого мероприятия. Поэтому в Валенсии сказать, что корида проходит регулярно нельзя, проходит она всего лишь три раза в год, да, это как раз в марте, июле и в октябре. И проходит как раз на территории этой арены. Кстати, строительство этой арены начинается в 1800 году, потому что именно в середине 18 века понимание кориды было настолько популярно, что практически в каждом городе проходила корида. Единственное, что на тот момент не строили, не во всех городах строили арены для ее проведения. Как правило, корида проходила на площадях, и это были рыночные площади. В Валенсии точно так же, до конца 18 века корида проходила на рыночной площади. Но во время одного из представлений произошел несчастный случай, и было принято решение вынести проведение кориды за пределы города. Почему за пределы? Потому что вот как раз по этой улице, по улице Шатева, которая соединяется с улицей Ковон, да, проходила крепостная стена, которую стали разрушать только в конце 19 века. Поэтому, когда выбирают территорию для строительства арены, она располагалась за пределами города. Но сейчас это практически центр города Валенсии. Каждый день в 12 часов дня и в 12 часов ночи здесь, на этой площади, можно услышать эту прекрасную музыку. Это играет корильон. Корильон – это инструмент, в котором есть несколько колокольчиков, и эти колокольчики при помощи специального механизма играют музыку. Это, кстати, был первый корильон, который появился на территории королевства Валенсии. Он включается автоматически или живой человек? Да, конечно. Нет, он включается автоматически. Эх, не романтично. Кстати, здание мэрии можно посетить, выйти на балкончик, зайти в крустальный зал, и еще и зайти в зал заседаний. Для того, чтобы посмотреть, чем занимаются там депутаты, которых выбирают народ. Вот за что, наверное, любят Европу все-таки, за эту прозрачность и открытость. Заходи, смотри, гуляй, все для народа. Здесь мы видим с вами тоже представителей каждую пару от трех культур. Ну, я думаю, что все вы узнали, кто этот прекрасный мужчина. Король Ромбонахайна I. Да? В одежде рыцаря, со шлемом, с изображением дракона. Рядом с ним его жена и приближенные евреи. Ну, и с левой стороны мы видим с вами еще одну семью. Это та самая мусульманская семья, которая тоже осталась проживать в Валенсии. Ну, и в данном случае это жена самого еврея, приближенного короля Рогуна Хаймы I. А чуть левее вот эти фигуры, это, судя по всему, представители тех самых валенсийских работников. Ну, и если вы обратите внимание, то на самом деле это куклы, которые участвуют в представлении. А почему работники такие маленькие просто, а знать, какая высокая? Это символически? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что это просто разные праздники, в которых они участвуют. Это, скорее всего, используется во время октябрьских праздников, когда мы празднуем как раз основание королевства Валенсии 9 октября. А это, возможно, просто элементы, которые используются в другие праздники. Друзья, кстати, тема про евреев зашла. Вы ведь уже видели наше видео про еврейский квартал Валенсии. Очень интересное. Мы получили массу позитивных откликов. Даже люди, которые живут здесь по 20-30 лет, не знали этих интересных историй и фактов. Кстати, вход в мэрию совершенно бесплатный. Вы можете подняться сюда, чтобы посмотреть на город с высоты этого совсем невысокого балкона. Но все равно люди сюда поднимаются, чтобы сделать селфи, и вид открывается на всю площадь, где постоянно проводятся праздники, ярмарки и так далее. Галентина, а с точки зрения истории есть какие-то интересные факты? Ну, вообще, конечно, сама площадь, она появляется здесь в конце 19 века, когда принимают решение о том, что нужно перенести административный центр из маленького исторического центра в новую современную часть. И сама площадь, она за всю свою историю меняла несколько раз название. Так как сначала здесь располагался монастырь Святого Франциско, то некоторое время эта площадь называлась как раз Площадь Святого Франциско. Ну и другие названия до того, как было принято решение здесь, на этом месте, построить здание мэрии. Кстати, левое крыло этого здания датируется более ранним периодом. Это конец 18 века. Здесь располагалась женская школа. И со временем начинается строительство центральной части и уже правого крыла. Балкон, на котором мы с вами стоим, появляется только к 60 году 20 века. И сама площадь, если вы обратите внимание, то она преобразовывалась несколько раз. Выглядела первоначально, она гораздо симпатичной, на мой взгляд. Но действительно, некоторое время назад было принято решение о том, что все главные мероприятия будут проходить на этой площади. И, конечно же, когда сюда стали приезжать губернаторы, сюда стали выходить, приезжать президенты, то, естественно, именно с балкона они и обращались к жителям города. Точно так же, во время праздника Фаес, главная фаера города, что она говорит? Я не помню. Она говорит, сеньор пиротехник, вы можете начинать масклету. Таким образом, валенсийцы отпугивают зиму и встречают весну в городе. И все это тоже проходит здесь, на этой площади, на главной площади города. И новогодний главный салют тоже здесь. Тоже здесь, конечно. То есть, это же главная площадь города, где люди встречают Новый год, где под бой курантов они кушают 12 виноградинок, Ну, а затем начинается все остальное веселье. Если вы обратите внимание, то там, наверху, вы увидите главный символ города Валенсия. Виктория, вы, наверное, же знаете, что это за символ Валенсии. Конечно, летучая мышь. Летучая мышь. Хоть что-то я знаю. Когда мы заходили с вами, кстати, вовнутрь этого здания, я обратила внимание на фигуру короля Арагона Хаймы Первого. Там у него не было на шлеме летучей мыши, правильно? Там у него был на шлеме изображен дракон. Потому что символом как раз короны Арагон был именно дракон. Но и здесь связана с Валенсией, с летучей мышью связана своя легенда, которая рассказывает о том, что именно летучая мышь предупредила воинов короля Арагона Хаймы Первого о том, что мусульмане подошли очень близко к его военному лагерю. И поэтому, когда Хаймы Первый вошел в город Валенсию, создал новое королевство, символом города Валенсия он сделал летучую мышь. А предупредила? Она начала летать, по-моему, по палатке? Она стала шуметь. Она стала шуметь, и своим шумом она стала будить воинов. И от этого шума они все проснулись, и, естественно, завязалась битва. И результатом было как раз то, что отогнали непосредственно мусульманское войско от военного лагеря Хаймы Первого. Поэтому с этого момента, на самом деле, везде, даже на канализационных люках, можно увидеть символ нашего города. Летучую мышку. Субтитры создавал DimaTorzok Валентина, этот зал называется «Хрусталью». Действительно ли эти люстры и все роскошное убранство было или есть из хрусталя? Абсолютно нет. Да? До сих пор? Мне кажется, это пластик. Нет, нет, нет. Это две люстры, которые действительно сделаны из хрусталя. Оригинальные люстры, которые... Сам этот зал был открыт в конце XVIII века. Его еще называют королевским залом иногда, потому что, как правило, когда сюда приезжал король, то встречался он с представителями власти именно здесь, в этом зале. Ну и рядом с основными залами, да, мы видим с вами коридоры, вдоль которых можно увидеть фотографии бывших мэров города Валентии. А эти двери ведут в кабинеты представителей власти. То есть здесь действительно действующие кабинеты, внутри которых заседают представители города Валентии. И обратите внимание, никакой охраны, никаких артежей, никаких помптов. Люди просто работают и делают свое дело. Валентина, это действующий зал. Что здесь происходит? Собрание для принятия важных решений. Здесь решается судьба Валентии. Ну, на самом деле, судьба Валентии решается немножко в другом здании, да, в Cortes Valencianos. Ну, а здесь действительно собираются представители мэрии для принятия важных вопросов. Ну, и сам этот зал, да, называется он как раз круглым залом, да. Если вы обратите внимание, его как раз, его форма в виде половинки круга. Ну, на центральном, на центральном стене мы видим с вами действующего короля Испании, Филиппа VI. И вокруг, опять же, убранства, на которых изображена женщина, кормящая мама, да. Опять же, цитрусовые, как символ процветания города Валентии. Кстати, приятно радует, что площадь. Тоже пока еще не испортили, как, например, в Мадриде, китайской, разной ерундой ничего тебе не втюхивают и так далее. Продают только красивые цветы. Так было всегда или раньше площадь была такой торговой? Что здесь было? На самом деле, площадь раньше выглядела совсем по-другому, да. Она не представляла собой такую вот обычную прямую площадь. И вот эти киоски цветочные, которые мы сейчас видим с вами по периметру этой площади, до 60-х годов прошлого века находились, на самом деле, под землей. Потому что сама площадь, центральная ее часть, да, она находилась на небольшой возвышенности, туда нужно было подниматься по ступенечкам. А в центре можно было спуститься вниз в подземный цветочный рынок. Это был своего рода такой зеленый оазис в центре города Валенсия. Но со временем, писали, произошли преобразования в городе Валенсия, да, и эту прекрасную площадь преобразовали вот в ту площадь, которую мы видим с вами на сегодняшний день. Ну, что есть тоже не совсем плохо, потому что несколько лет назад площадь стала пешеходной. И все больше различных мероприятий, активностей, да, проходит именно здесь, на этой площади. Я думаю, что вы знаете, что, в принципе, всегда в центре Валенсии была проблема с пониманием площади. То есть, площадей как таковых здесь нет. Либо это была какая-то маленькая рыночная площадь, да, и, конечно же, в конце, в начале 20-го века, когда город расширяется, когда город преобразовывается, администрация города выбирает эту территорию для того, чтобы показать свое влияние, для того, чтобы показать свои финансовые способности. И поэтому появляются в городе новые площади. Еще совсем недавно с этого места я отправляла подарки, открытки нашим подписчикам, потому что это было почтовое отделение. Сейчас мы зашли, и здесь выставка. Валентина, что произошло? А что произошло? Произошло то, что сейчас, на самом деле, электронные письма и общение в социальных сетях, они заменили, к сожалению, необходимость в отправлении открыток, писем и телеграмм. Поэтому это прекрасное здание, которое называется, на самом деле, дворец связи, которое открывается в Валенте в 1922 году, опять же, как символ прогресса, как символ движения, сейчас, на самом деле, не используется по назначению. Сейчас в почте отведен небольшой кусочек этого же здания. Но, тем не менее, здание великолепно, здание прекрасно, да, и здесь внутри, некоторое время назад, стали проводить как раз это выставку, что считают, сейчас, на самом деле, это здание превратилось в культурный центр. Какова будет история этого здания, пока сложно сказать, но, тем не менее, сейчас, на данный момент, здесь проходит первая выставка, на которой можно увидеть работы, как, в основном, валентинских художников, да. И это коллекция, которую тоже выкуплило правительство Валенте у известной семьи Ядро. Возможно, вы знаете, да, фабрику Ядро, фарфоровую фабрику, которая в этом году празднует свое себе десятилетие. Основали эту фабрику три брата. И, на самом деле, некоторое время назад, когда они планировали передать все свои дети своим детям, к сожалению, дети не разделялись своими, это их мнение. И поэтому было принято решение продать саму фабрику, да. Так как эти три брата в течение всей своей жизни собирали коллекцию, которую мы можем сейчас с вами увидеть здесь, внутри этого здания, то правительство Валенте, да, воспользовалось возможностью и выкупило эту коллекцию. Ну, а в будущем здесь будет, я так предполагаю, да, вставляться другие, проводиться другие выставки. Что это будет? Пока это загадка. Вы только посмотрите на фасад этого прекрасного здания. Здесь есть как раз все, что говорит о том, что это дворец связи. Ну, во-первых, мы видим с вами пять скульптур, да, которые символизировали пять континентов, по которым отправлялись сообщения. И сверху, с левой и с правой стороны от часов мы видим с вами летающих существ. Эти летающие существа как раз и передавали эти сообщения. Письма, открытки, телеграммы, да, при помощи паровозов, то есть сухопутным образом, и по морским и речным дорогам. После площади мэрии мы, как и многие туристы, гости города отправляемся туда, Виктория. На рынок? Конечно, на рыночную площадь. А рыночная площадь всегда в городе, в любом городе, представляла собой одну из главных площадей. Ну и идем мы с вами по дороге, которая является одной из самых старых дорог города Валенсия. Я каждый день езжу по работе, я каждый день это сработает здесь и не знала. И здесь, кстати, стоит обратить внимание вот на такие символы, которые находятся вдоль всей этой дороги. Мы видим с вами первый герб города и первое его название. Ведь в римляне, которые основали этот город в 138 году до нашей эры, называли его Валентия. Валентия и детонорум от слова «Вальенты» – неприступная, непобедимая. Ну а символом города, как в принципе можно сказать, что и сейчас, является рог изобилия, наполненный фруктами и овощами. Это значит, что всегда Валентия представляла собой сельскохозяйственную территорию, где основным видом деятельности было сельское хозяйство. Валентию называют огородом Испании, да? Да. Это про Валентию? Да, можно сказать и так, конечно. Потому что здесь прекрасный климат, большое количество земель. Здесь в свое время были созданы растительные каналы, которые существуют до сегодняшнего дня. И, конечно же, самый богатый урожай, на мой взгляд, находится здесь, на нашей Валентийской земле. Улица, по которой мы с вами идем, на сегодняшний день называется улица Святого Викентия Великомученика. На самом деле, эта улица насчитывает более двух тысяч лет и представляет собой Августовскую дорогу. Ведь римляне, когда создавали поселение, что же они создавали? В первую очередь, конечно же, дороги, да, между которыми налаживалось транспортное движение. И Валентия как раз располагалась на том самом караванном пути. И именно в период правления императора Августа эта дорога называется Августовской дорогой, которая шла от Кадиса и до Рима. Понимаете? То есть в данном случае как раз можно сказать, что Валентия, она располагалась на караванном пути. И, естественно, ее развитие, да, ее создание, оно тоже было не случайным. То есть это, как правило, у римлян, у них было две дороги. Это была как раз сухопутная дорога, да, и уже морская дорога. Но морские дороги, они всегда подвергались нападению пиратов. Поэтому со временем начинается строительство римских дорог. И это ведь те самые элементы, которые дошли до наших дней. Вот в чем интерес. То есть прошло более двух тысяч лет, да, а эти глыбы, они сохранились. То есть ничего, ни в Риме, ни землетрясения, ни войны, они никаким образом не повлияли на это. Все это можно увидеть в археологическом музее Аль-Мойн. Друзья, наша пятая достопримечательность на сегодня – это центральный рынок. В следующем видео мы покажем вам остальные достопримечательности в историческом центре. Но сегодня у нас еще осталось пять минут для того, чтобы посмотреть на рынок, чем он примечателен с точки зрения туристического интереса, так и истории. Валентина, ну, с туристической понятно. Заходи, покупай свежие фрукты, овощи, разнообразные валентинские продукты, эксклюзивные напитки, в том числе даже пиво из крафтового, большой выбор вин, по-моему, даже вина есть, сувениры и так далее. А с точки зрения истории, в этот рынок видно, что здание создавалось не просто как место для продажи продуктов и вещей, наверняка была какая-то интересная история замешана. Но на самом деле, я бы даже не называла его просто рынком, да? На мой взгляд, это храм продуктов. И строился он действительно как храм, да? Как красиво! Борец чего? Борец связи. Борец связи. Храм продуктов. Конечно. Вообще, можно сказать, что сама эта площадь, да, это, я уже говорила, это главная, одна из главных площадей, куда приходило большое количество людей. И на самом деле, до начала 20 века здесь не было никакого здания рынка, потому что коммерсанты приезжали, привозили свою продукцию, продавали ее и вечером собирались и уезжали. И в конце 19 века, когда начинается расширение города Валенсии, в Валенсии появляется новый современный буржуазный район, район Эйшампли, да? И там как раз в 1914 году начинается строительство рынка Холон. Потому что жители того района, они хотели ходить сюда, им было очень далеко. И когда заканчивается строительство рынка Холон, то коммерсанты, которые находятся здесь, просят, чтобы им тоже построили современный большой крытый рынок. И тогда начинается строительство этого рынка, да? И действительно, само здание построено в стиле модерн, о чем говорят металлические элементы, о чем говорит украшение с керамическими израстами, да? Два больших купола. Поэтому действительно можно сказать, что это храм продуктов, внутри которого вы можете приобрести все, что вашей душе угодно. Кстати, неделю назад рынок отправил, отпраздновал свое 95-летие. Ведь в 2028 году он будет праздновать свое столетие. 100 лет сначала, с момента строительства этого здания. На момент строительства рынок представлял собой самый большой продовольственный рынок в Европе. Я могу сказать, что до сегодняшнего дня он продолжает представлять собой продовольственный рынок, да? Я думаю, вы посмотрели, что там практически нет кафе и баров, как это принято сейчас в других городах на рынках создавать. Нет, сюда приходят за продуктами, да? Сюда приходят для того, чтобы можно было приобрести что-то к своему столу. И поэтому, на мой взгляд, это одно из главных достопримечательностей нашего города Валенсия. Валентина, сейчас сказали про то, что это был первый такой крупный рынок. И у меня прям идея видео пришла. Столько много, можно сказать, про Валенсию. В чем она была первой, лучшей, самой большой и так далее в свое время. Мне кажется, отдельная тема была бы очень интересна. Друзья, если поддержите меня, мы Валентину как-нибудь в другом видео попытаем. Здесь же шелковая биржа была, бордель, в общем, много интересных вещей. Прям много чего, много чего интересного, конечно. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Друзья, про этот рынок мы записали большой эпизод в нашем длинном видео про цены в Испании. Там мы рассмотрели, как цены на продукты, на вещи, на недвижимость, на, в принципе, затраты образования в этом городе и так далее. Комендую посмотреть. Наверное, все знают, что традиционное валенсийское блюдо это... Конечно, паэльно. Но на самом деле в Валенсии есть еще одно традиционное блюдо, которое называется ай и пе-бре. И готовится это блюдо вот с таким угрем, которого выращивают в пресноводном озере Альбуфера. Блюдо, по сути, напоминает наше жиркое. А в переводе как? Что-то есть в переводе? Нет, точного перевода нет, но в данном случае это блюдо напоминает наше жиркое, где используется картошка и вместо мяса используется вот такой вот пресноводный угорь. В Валенсии было много угрей, но обычно традиционное блюдо готовится из того, чего много. Рис, улитки, понятно, потому что есть половинчего, был рис, были улитки, вот тебе пейли. А это блюдо, как по идее, где не брали столько угрей? Угрей они выращивают как раз на территории пресноводного озера Альбуфера. То есть самые маленькие угорьки, еще с червячками, они как раз заходят с моря по каналам. Когда эти каналы закрывают, то как раз ставятся сетки для уже непосредственно разведения этих угрей. И если вы отправитесь на территорию озера Альбуфера, то вы обязательно обратите внимание на то, что там большое количество музыкалов таких вот сеточек. Это сетки, где выращивают я. Англию в ресторанах хотел попробовать в Альбуфере? Можно попробовать в Альбуфере. И в Валенсии в историческом центре есть очень хороший ресторан, который называется Ферро. Там готовят Аль и Тебре. Интересно. Обязательно сходим, обязательно сходим. Я уже 9 лет живу в Испании. Я не знала, первый раз даже слышу, даже не читала об этом нигде. В нашем видео вы узнаете то, чего нигде нельзя прочитать. Благодаря, конечно же, нашим лицензированным гидам. Кстати, в следующем видео у нас появится коллега Валентины, который зовут Яна. У Яны тоже есть много информации, которой ей не терпится поделиться с вами. Когда мы начинали нашу прогулку, мы обращали внимание на символ в этом городе. Мы видели с вами звезду, орла, дракона, в случае мышь. Практически на каждом здании города есть какой-то свой определенный символ. И на здании рынка тоже есть свой символ. В данном случае это попугай. И корона, кстати. Друзья, я уже знаю ответ. Мне интересно узнать ваше мнение. Я не смогла угадать даже с 10-й попытки. Как вы думаете, что символизирует попугай? Пока вы пишете, мы уже даем ответ. Попугай на самом деле символизирует сплетни и болтовью. Потому что рыночная площадь всегда представляла собой место, куда приходило большое количество людей. Не только покупать и торговать, но и для того, чтобы обмениваться информацией. Сплетни, новости. Все происходило здесь, на этой площади. И, конечно же, символом этого рынка является именно зеленый попугай, который символизирует сплетни и болтовню. Друзья, вы еще с нами? Напомню, что по промокоду HOWTOSPAYL на всей экскурсии с Валентиной, с ее коллегой, вы сможете получить 10% скидку только для наших подписчиков. За что я говорю большое спасибо от тебя лично и, думаю, от вас тоже, нашей гости. На сегодня наша прогулка подходит к концу, но уже скоро будет следующая серия из нашей рубрики «Валенсия с гидом». Валентина, что мы посмотрим в следующий раз? В следующий раз мы продолжим нашу прогулку по историческому центру. Посмотрим на духовный храм, на церковь, которая тоже находится на этой площади. И, конечно же, на храм торговли, то есть здание шелковой биржи, как одна из главных достопримечательностей Валенсии 15 века. Мы сегодня так романтично говорили про храм, дворец чего-то. Наш канал, наверное, тоже можно назвать храмом интересного, небанального контента. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube и познавайте Испанию вместе с нами.